Доброе утро всем! У меня носик немножко меньше, красненький сегодня. Хотела бы показать наряд дня, потому что я вам никакие наряды не показываю. Но у меня есть кеды. Я купила новые кеды, которые невысокие. И вы знаете, многие из вас заметили, что, о, Соня новые кеды. Вы знаете, насколько это меня пугает, что вы замечаете, когда я покупаю новые вещи? Я не знаю, как вы это замечаете, как вы запоминаете, те вещи, которые у меня есть, но спасибо. Может быть, я не знаю. Те же самые женские, которые я вчера носила. Ну и что делать? Я иду на завтрак. Мама у меня уже на завтраке. Ссылку беру. И камера. Великая камера, которая весит 10 тысяч килограмм. Выходим. Я после завтрака никогда не доедаюсь, так что я беру мою гуаву из вчерашнего дня, когда я украла из другой гостиницы, из буфета. Если мне надо объяснить вкус гуавы, я бы сказала, что это как тропическая клубника. Вкус такой клубничный, но что-то есть такого тропического, что я не могу даже описать. Куава, куава. Я же сегодня. Сегодня меньше метра, мне кажется. Убираем от одного конца до другого. Ха-ха, я шучу, это было бы 6 километров. Я не согласна. Хочу поплавать сейчас. Престанное просто. Впитывайте, солнышко. Впитывайте через компьютер. Вы чувствуете, солнышко? Я плавала в этой воде, я думаю, целый час там так классно. Я не знаю, я не любитель плавать, если честно. Я знаю, что многие люди вообще просто в восторге, они могут плавать часами. Я тоже, но я не думаю, что я могу одна там плавать часами, мне как-то скучно становится. А так, это вообще, это восторг полный. Так классно там плавать, хотя вода попадает в глаза и потом ничего не видно. Я пошла и взяла книжечку, которую я где-то читала еще. The Power of Man. Где-то и бананы, и вода, и море. Это рай просто сидеть, читать книжечку и одновременно кушать бананы и смотреть на океан. У вас меня не видно, но я думаю, вы знаете, как я выгляжу, уже не важно. Я иду сейчас проверить, если кокок... Я иду сейчас проверить, если кокос-мужик стоит с кокосами. Потому что я хочу два кокоса. И потом с ложечкой я ем вот это мягкое желе мясо, которое внутри кокосов. Я знаю, что многих любителей нету кокосовой воды, но мне нравится. Почему? Я не знаю. Это вкуснее, чем простая вода. Просто. Как ореховая, такая сладкая вода. Не было там кокос-мужика. Привет! Ой, мне нельзя разговаривать с наушниками, я извиняюсь. Привет всем! Я с компьютером опять. Что я здесь делаю? На меня смотрят, как будто я бешеная. Я и я спешная. Я сидела, потому что у меня... Я работаю с компанией True Religion. Очень классные джинсы они делают. У них обалденные джекинсы. Если вы ищете джекинсы, серьезно, я 100% их советую. И, короче, мне надо было сделать пост для них, и я их наконец-то... Я их, я его наконец-то... Я здесь очень много людей. Я наконец-то выложила пост. Я не знаю, если вам слышно, у меня ветер ужасный. Так что, если вы не читаете мой блог, пожалуйста, я пишу там... Ну, не я пишу. У меня девушка Аня помогает с переводом. Так что спасибо большое Ане. Короче, прочитайте мой блог, если вам интересно. Потому что я там стараюсь, пишу, выкладываю фотографии, заставляю маму меня фотографировать. Спасибо маме тоже. Так что вот, я надеюсь, что все окружающие думают, что я просто говорю по фейстайму. Иду я сейчас одна на ужин, потому что у других людей настроение не очень. Но это не значит, что мое настроение должно быть не очень. Так что я с радостью и в покое в душе пойду на ужин. Мальчик смотрит. Они русские. Я думаю, они русские. Окей. Короче, да. Я иду сейчас на ужин. Взять два огромных салата и потом целую тарелку фруктов. Вот это место я вам, по-моему, никогда не показывала. Это маленький такой маркетплейс. Здесь всякие такие магазинчики открыли. Сейчас я вам покажу. О, очень красиво здесь. Очень красиво. Здесь в нем куча магазинчиков открыты. Но они все закрываются в 5 часов. Ну да. Красиво. Ну вот посмотрите на этот идеальный фрукт. Пахнет от 10 километров. И кису кормим. Да. Кису не нравится свет. Ой, кису, кису. Кушай, кушай, мой короткий. Ой, кису кормим. Все, ребята, я настолько устала сейчас. Я, пожалуй, пойду спать. Навсегда. Нет, не навсегда. Я серьезно, я так устала. А что я делала сегодня? Я думаю, я просто плавала много. Это же все-таки какая-то физическая работка. Все. До свидания. Вот это мне можно выбрать. Ха-ха-ха. Это рай для меня. Доброе всем утро. Здесь ветер. Доброе утро всем. Прям попыток номер два. Здесь ветра нет. Мы идем сейчас на пляж. Завтрак был сегодня обалденный. Потому что у них был фрукт, passion fruit. И он кислый, как конфетки. Потому что это коммунистическая страна. И я говорю маме каждый день, идем в маркет, какой-то магазинчик, посмотрим, какие фрукты продаются. Она мне говорит, что это все тупизна, я говорю. Потому что здесь магазинов нету, это коммунизм. И всем дают по расписанию какие-то вещи, еду. По талонам. По талонам, whatever. Я не знаю коммунистические вещи. Так что сегодня я найду дерево. Что? По расписанию здесь всем дают. По расписанию, да. Пляж видно и на ветер. Ветер, наверное, ужат. Пляж сегодня красный флаг. Значит, что нельзя плавать, в принципе. А мы все равно будем. Прочитала первую мою книжку. The Power of Now. И да, я ее читала долгое время. Потому что обычно я только читаю, когда я в метро. Но здесь я практически всегда в метро. Ну, так говоря. Потому что интернета нету, связи нету, ничего. Делать нечего. Так что я просто читаю. Новая моя книжечка. Maturity. Зрелость буду читать. Около бассейна. И сейчас в это время должен мужик кокос пройти. Так что быстрее за кокосами. Наверное, сейчас очень-очень громко. Я не знаю точно. Но я только что была в Джиме. Опять. В прошлый раз я была в Джиме. Я выложила фотографию в Инстаграм. И многие вызывали, что... Что-то у меня... Чего такое? Я не знаю, что с айфоном. Он мне что-то пишет. Сайлент iCloud какой-то. Не хочу я в iCloud. Whatever. Эмм... Да. Короче, все... Окей, no, no, no. Окей. В прошлый раз я была в Джиме. Я выложила фотографию в Инстаграм, что я была в Джиме. И многие мне писали, что Соня, ты же говорила нам всегда, что Джим это ужасно. И многие причем ругались об этом. Я думаю, что это странно в первую очередь, что люди так реагируют на вещи, которые я делаю. Что они настолько это принимают к себе. Сказала сегодня, что ненавижу, а завтра пошла. Ну и что, блин? Жизнь это такая вещь, которая меняется каждый день. Сегодня мне нравится, завтра, может быть, я найду какой-то особенный джим и мне понравится. В данный момент они мне все равно не нравятся. Но я туда пошла, потому что у меня был бесплатный доступ в джим. Я могла ходить сколько я хочу. И я, в принципе, туда пошла, потому что я хотела использовать машинки. Я не бегаю там, я не люблю бегать. Если мне надо бегать или двигаться, я просто двигаюсь по жизни. Не беру машину, не беру автобус. Просто хожу куда-то или бегаю куда-то. Я всегда бегаю к подружке. Подружка мне говорит, Соня, идем сюда в гости ко мне. И я бегаю к ней. Мороз на улице, снег, а я бегаю. И я прихожу такая... Они такие, что с собой? Я такая, я бегала сюда. Я не знаю, я люблю такой тип активности, когда ты куда-то идешь. А в джиме быть я не люблю. Таким очень классный, потому что там есть машинки, чтобы качать всякие прессы вещи, которые не очень можно делать дома. Можно, конечно, придумать, как это делать, но легче гораздо в джиме это делать. Так что вот, я была для этого. Я качала себе руки, я хочу руки красивые. И пресс тоже. Ну, пресс я там не качала, я просто лежала там и качала себя. Очень интересно, потому что там можно тренироваться впереди зеркало. А у меня дома нет зеркала в комнате у меня практически. Так что мне сложно видеть то, что я делаю. Так что вот. Сейчас я, наверное, пойду обратно в гостиницу, помоюсь. И возьму компьютер и посижу на компьютере и проверю, если мне имелы какие-то важные пришли. И после этого мы будем фотографироваться, потому что у меня есть очень красивое платье из Зары, которое я хочу очень сфотографировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Красивое платье, которое я очень хочу сфотографировать. И потом на ужин. Ой-ой-ой. Пошли. Але-але. Что у них днем находится? Рестораники, ресторантики какие-то японские. А вот это моя гостиница там далеко. Меня сфотографировали для блога в этом платье от Зары. Ой. Идем в другую чужую гостиницу, хотя она в принципе принадлежит к нашей. Им нельзя в нашу, но нам можно в их. Привет, ребята. Сейчас ночь. Я хотела вам показать изумительную вещь, которую только что пришли в наш номер и сделали. Тетя зашла в мою комнату, когда я здесь сидела за компьютером. Она зашла в комнату, я думала, что кто-то крадет от меня. Кто-то заходит, чтобы найти. Но это тетя главная, менеджер этого отеля. Она сделала ванную классную. С пузырями и селены цветочками. Очень красиво, я думаю. Только это не для меня. Эта мама зайдет в комнату и будет сюрприз на нее, короче. А я сейчас редактирую фотографии всякие для блога моего. И да, потому что на улице немножко холодно сейчас. Завтра последний день вообще в этой стране. И потом обратно в Торонто. И потом в Торонто я буду пару дней. И потом я еду в Монреаль. Я думаю, что я буду вам делать влоги в Монреале на Новый год. Посмотрим. Потому что я буду с моими подружками. И вы вроде бы не видели моих друзей. Я не думаю. Только на Инстаграме, если что. Так что вот. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, что у вас был хороший день. Или если он только начинается. Надеюсь, что он будет у вас хорошим. И все. До свидания.